Доброе утро! Доброе утро, наши дорогие телезрители! Здравствуйте! На календаре сегодня какое число Лариса? Эй, нужно постоянно подсматривать. А сегодня 6 марта. 6 марта. Мы так рано приходим на работу, что мы еще живем в предыдущем дне. Да, у меня такое ощущение, что сегодня еще 5-е, уже 6-е. Уже 6-е. Ну что, это здорово, что мы начинаем утро и начинаем мы его как бы всегда с зарядочки. Ну, конечно, я очень быстро, наверное, перешла. Ну, ничего страшного. Ну, мне вот хочется сейчас прям зарядку. Я вот уже сама хочу стать и зарядку сделать. Вот так, вперед, становись. А я посижу, посмотрю. Зарядка. Хайрла Танго Стар. Дорогие друзья, мы предлагаем вам сделать этот комплекс зарядки, чтобы взбодриться. Проснуться. И быть просто счастливым человеком. Самое главное, здоровым. Начнем сегодня с вами с уставной разминки. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. И начнем мы с вами с шейного отдела. Наклоняем голову вправо. И ухо тянем к плечу. Плечи мы не поднимаем. Лицо у нас параллельно экрану вашему. Поднимаем голову и направляем в противоположную сторону. Старайтесь не наклонять корпус. Дышать глубже. Поднимаем, делаем вдох. И на выдохе снова вправо. Выдох. Вдох. Выдох. Влево. Немного добавим амплитуду движения. Ускорим. Вдох. Выдох. Снова вправо. Вдох. И влево. Хорошо. Наклоняем голову вниз. Направляем подбородок к груди. Дышим. Держим ровную осанку. Поднимаем голову. И направляем подбородок вверх в потолок. Снова прямо. И снова вниз. Приподняли голову. И снова подбородок в потолок. Плечи не поджимаем. Голову кладем перед собой. Руки перед собой в замок. И немного с вами разогреем запястный отдел. Делаем вот такие круговые движения в одну сторону. Представляем, что у нас в руках мяч. И мы его крутим. Как настроение, Руслан? Настроение супер. Я прямо начинаю бодриться с каждым движением. В обратную сторону все то же самое. Отлично. У вас круто получается. Хорошо. И немного сбросили руки. Поднимаем руки вверх. Руки поднимаем на уровне плеча. И разогреем локтевой сустав. Круговые движения в одну сторону. Делайте в своем темпе. Либо с нами вместе. Это еще лучше. Хорошо. Остановились. И также в обратную сторону. Мы с вами разогреваем локтевой сустав. Слушай, Лизат, по-моему, упражнения получаются очень простыми. И в домашних условиях они будут выполняться очень легко. То есть максимально все просто. Подходящее движение для всех. Для каждого уровня подготовки. Каждый из вас это сможет сделать легко и просто. Снова сбросили. И разогреем плечевой пояс. Мы ладони кладем на плечи. И рисуем круговые движения локтями вперед. Мы сзади стараемся соединить лопатки и привести их вперед. Рисуем большие красивые круги. Молодцы. И также в обратную сторону. Чувствуем, как раскрывается грудная клетка. Держим ровную осанку. Да. Молодцы. Опустили. Хорошо. Сбросили руки. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Еще раз вдох. И выдох. Это была суставная разминка. Мы с вами поработали над верхним плечевым поясом. Поэтому делаем этот комплекс упражнений каждое утро. И вы будете себя чувствовать очень здорово. Ну и какой сегодня день, узнаем прямо сейчас. Международный день зубного врача. Праздник создан для того, чтобы обратить внимание общественности на здоровье зубов, привить культуру регулярных осмотров и повысить престиж профессии зубного врача. Дата эта связана с одним из самых известных изобретений в зубном деле. 6 марта 1790 года стоматолог из Вашингтона Джон Гринвуд изобрел стоматологический бор. И вот, кстати, первый стоматологический бор представлял собой тяжелую бор-машину с ножным приводом, и в качестве которого Гринвуд использовал колеса-прялки. Электрическая бор-машина появилась только в 1907 году. Ну и какой сегодня еще день? Сегодня также день борьбы с мировой безработицей. Дни рождения знаменитости. 6 марта в мире в 1475 году родился Микеланджело, итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт и мыслитель. Да, кстати, в этот же день. И вот один из крупнейших еще мастеров возрождения эпохи в 1913 году родился еще Александр Покрышкин. Кстати, ты слышал? Да-да-да, конечно, советский летчик. Да-да-да. АС сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 в группе. И вот, кстати, он маршал авиации, первый трижды герой Советского Союза. Ну а сейчас мы переходим к нашим сюжетам. И сейчас будет сюжет про международный день зубного врача. Смотрим. Зубной врач. Всего два слова, а у человека уже появляется навязчивый страх, нежелание идти к врачу и этот запах, который почти каждый знает, сам по себе непроизвольно появляется в носу. Стоматология – одна из древнейших отраслей медицины. И как бы мы ни относились к зубным врачам, но без посещения кабинета данного специалиста сегодня в деле поддержания здоровья, увы, не обойтись. К счастью, наука и технология развиваются с такой стремительной скоростью, что за последние несколько десятков лет поход к стоматологу становится все менее и менее похожим на средневековую экзекуцию. Выбору даты сегодняшнего праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона был изобретен стоматологический бор. Первый стоматологический бор представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом. Однако это не помешало Гринвуду изготовить для Вашингтона 4 съемных зубных протеза. Интересно, что в качестве ножного привода бора Гринвуд приспособил колесо прялки, которой пользовалась его мать. И только спустя век с лишним в 1907 году появилась электрическая бормашина. Международный день зубного врача изначально отмечался только в США, имея статус национально-профессионального праздника. Но с годами традиция поздравлять дантистов в этот день перекинулась далеко за пределы Северной Америки. Одной из первых стран-последовательниц стала Индия. Сегодня непременными мероприятиями в этот день считаются лекции и просветительская работа о необходимости регулярного и тщательного ухода за зубами. Особое внимание уделяется профилактике детского кариеса, ведь лучше предупредить, чем бороться с последствиями. Ну а сейчас гороскоп на пятом канале. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Звезды однозначно подготовили что-то интересное. Смотрим. Сегодня у овнов благоприятный день для решения разнообразных хозяйственных вопросов. От покупки каких-то мелочей для дома до планирования ремонта. Рутинные утомительные дела сегодня не будут тельцам казаться страшными. Вы можете несколько часов провести за каким-то скучным занятием, а потом не почувствовать ни капли усталости. Вы внимательны к мелочам и деталям, замечаете абсолютно все, поэтому не допустите ошибок. Благоприятный для работы день сегодня у близнецов. Вы хорошо справляетесь с самыми разными делами, даже теми, которые прежде казались очень сложными. Появятся добросовестные помощники, возможно необычные запоминающиеся встречи, знакомства с яркими, выдающимися людьми. Ракам сегодня будет легко найти общий язык с окружающими, договориться с ними о совместных действиях. Вероятно, удачные совпадения, которыми вы сможете воспользоваться для решения давних проблем. Любые преграды, которые могут появиться на пути, вы преодолеваете легко. Решительность сегодня делает вас особенно привлекательными для окружающих. День может принести трудности и львам. Появится много новых задач, и каждая из них будет требовать внимания. Все придется делать самостоятельно. Зато у вас будет свобода действий, возможность поступать именно так, как вы считаете нужным. Рассчитывать только на себя сегодня стоит девам. Осторожность нужна будет во всем, но особенно важной она становится, когда дело касается финансов. Вы склонны тратить больше, чем стоило бы. Ввязывайтесь в сомнительные авантюры. Дома будет больше дел и забот, чем обычно. Неплохой день сегодня у весов. Не исключены приятные сюрпризы и хорошие новости. Весы, которые в последнее время были заняты поиском работы, получат заманчивые деловые предложения. Легко будет найти общий язык с женщинами. Старые подруги порадуют хорошими новостями. Гармонично сегодня будут складываться отношения у скорпионов. Люди, желающие помочь вам, чаще только мешают. Не дают сосредоточиться, поступить по-своему. Или просто делают совсем не то, что вы хотели. Поэтому сегодня подумайте дважды, прежде чем к кому-то обратиться. Сегодня стрельцам за новые проекты нужно браться с осторожностью. Особенно, если они требуют сотрудничества с другими людьми. Возможно, финансовые потери, неудачные покупки. Не исключены бытовые проблемы, решение которых займет неожиданно много времени. Трудно будет сосредоточиться на делах сегодня к озерогам. Иногда в ваши дела вмешиваются малознакомые люди. Можно рассчитывать на поддержку только самых близких. Они не подведут. Неблагоприятный день для обсуждения и решения финансовых вопросов. Трудно сохранять спокойствие сегодня будет водолеем. Вы любой пустяк принимаете близко к сердцу. Суета и многочисленные дела мешают сосредоточиться. Стоит сделать паузу, обдумать происходящее и расставить приоритеты. Рыбам сегодняшний день обещает успеха. Вы решительно идете к цели, не тратите время на сомнительные долгие разговоры. Правильно расставляете приоритеты. Найдутся союзники и единомышленники. Вместе с ними вы осуществите то, что давно задумали. Как копить деньги? Лайфхаки и рекомендации от Юлии Прокупьевой, эксперта по управлению личными финансами. Кирилл, смотри тоже. Доброе утро, дорогие друзья. С вами на связи я, Юлия Прокопьева, эксперт по управлению личными финансами номер один. И мы продолжаем с вами говорить про финансовую грамотность, про то, как сделать так, чтобы деньги были всегда. И на прошлой передаче мы уже с вами поговорили про то, как научиться деньги накапливать. Конечно же, это навык, который необходимо приобретать. И, как любой навык, требует времени и терпения. И, безусловно, возможно, с первого раза у вас не сразу получится. Но, как говорит моя дочь, пробуй, пока не получится. Пробуйте снова и снова, и вы увидите, как деньги начнут потихонечку сами по себе к вам приходить, прибавляться. И вы будете видеть, как наполняется ваш депозит, на котором вы откладываете деньги снова и снова. И я хочу дать небольшую рекомендацию по тому, как накапливать деньги. Здесь очень важно учесть такой момент, как название депозита или на что вы копите. Ни в коем случае не копите на черный день. Потому что, если человек готовится к черному дню, то рано или поздно этот черный день обязательно настанет. Поэтому у меня к вам большая просьба, когда вы будете открывать депозит, или когда вы будете формировать конверт, или когда вы будете еще каким-то образом физически отделять свои деньги, свои накопления от тех денег, которые можно израсходовать, называйте каким-то образом, ну, так, чтобы у вас это вызывало положительные эмоции. Придумайте такое название, куда бы вам хотелось откладывать. У меня проходят обучающие курсы, и я поделюсь с вами небольшим лайфхаком, что я рекомендую делать своим участникам. Например, мои участники, мои ученики открывают депозит под названием денежный магнит. Это намного лучше, чем на черный день. Кто-то называет это еще подушкой безопасности, кто-то называет еще как-то. Может быть, вы будете копить на какую-то свою голубую мечту. В общем, назовите депозит так, чтобы у вас откликалось. Это может быть денежный магнит, это может быть путешествие, это может быть обучение, отдых, будущее детей. В общем, называйте так, как вам нравится. Но самое главное, чтобы в этом названии ни в коем случае не прозвучали какие-то негативные установки или негативные слова. И вы, когда назовете именно так, как вам нравится, вы увидите здесь небольшая психологическая уловка, потому что то, что нам нравится, мы всегда делаем как? Мы всегда делаем с удовольствием. И откладывать деньги на такой депозит, который назван по вашей мечте, вы тоже будете с удовольствием. Ну и еще одна рекомендация для тех, кто хочет научиться копить. Научитесь говорить одно простое, но волшебное слово. И это слово нет. Дело в том, что как только у вас появятся деньги, сразу же вокруг вас станут размножаться коты Базилио и лиса Алиса. Это будет связано и с мошенниками, это будет связано и с финансовыми пирамидами, это будет связано со всеми вашими родственниками, знакомыми, друзьями, которые выстроятся в длинную-длинную очередь с тем, чтобы ваши деньги стали их деньгами. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы ваши деньги накапливались, обязательно учитесь говорить «нет». И вы увидите, какие волшебные чудеса будут происходить в вашей жизни. А на сегодня у меня все. С вами была Юлия Прокопьева. Жду вас на следующую передачу. Пока-пока. Ну а сейчас у нас вопрос на тему «День борьбы с мировой безработицей». Давайте посмотрим вместе. Потому что не хотят работать. То есть это больше вина человека, то, что у него нет работы? В основном. По-моему, лично человека. Нет, ну вообще у нас в Казахстане должна быть работа для всех. Даже есть люди с ограничениями, которые не ходят, но работают руки, правильно? И для них должна быть работа, я так думаю. Ну а так и не знаю. А как вы считаете, то, что человек не может работать или не может найти себе работу, это вина человека или обстоятельства? Нет, ну там обстоятельства надо смотреть, какие. Есть производственные травмы, есть врожденные травмы. Что еще? Обстоятельств много же, причин много бывает. Ну есть много разных моментов. Я думаю, в этом иногда бывают виноваты работодатели сами, которые вначале обещают одно, а по факту совсем другие условия работы создают. Очень трудные. И зарплату задерживают. Будем честными. Ну где-то зависит от самих людей, которые устраиваются на работу, что они не всегда объективно оценивают свои способности и возможности. Кто-то, ну, говорит, я там могу все, а по факту он приходит и либо он ленивый, либо он ничего не умеет делать. Ошибки делают, как я. В принципе, сейчас очень много вакансий. Я тут человек, который сейчас в поисках работы, но по факту предложений очень много. Наоборот, выбор большой работы сейчас. А вот то, что люди остаются без работы, это вина человека или каких-то обстоятельств? Обстоятельств. Да. Обстоятельств. Если, ну, наверное, и человек тоже, если он захотел бы, он бы работать. Конечно. И как у тебя в этот момент чувствовали? Казалось ли вам, что вот что-то не так, вы должны что-то делать? Ну как? Это же зависит также от человека. И, получается, причина была тому, что я была без работы. А так, ну, я так думаю, человек сам захочет, он найдет работу, какая бы она ни была. Главное, не бояться работы. Ну, бывало, может быть, на месяц, но так, чтобы прям долго сидеть. Нет, я такой человек, я не люблю сидеть без дела. Постоянно как-то стараюсь быть полезным самому себе в первую очередь. Нет, никогда не оставалось долго без работы. Максимум три дня. А вот почему люди не могут себе подолгу найти работу? Что им мешает это сделать? Если вот столько объявлений, а человек сидит дома, месяц-два не может найти работу? Да, везде разные факторы. Где-то требований много, а где-то нет. Кто-то слишком предирчивый, кто-то не хочет много дел делать, хочет большую зарплату. Кто-то наоборот. Кто-то наоборот, да. Кто-то устал работать, хочет отдохнуть сейчас. Вот, честно, я бы сама месяц без работы посидела, отдохнула. Но обстоятельства такие, что работать наше время надо. Это от человека зависит, во-первых. И, во-вторых, опять же, обстоятельства. Может, у человека что-то в жизни не так пошло. Он руки отпустил. Много таких. Ну, огромную роль, конечно, мне кажется, играет поддержка семьи. Сейчас почему-то очень мало этому стало уделяться внимания. Наоборот, стараются отводить от... Ну, каждая, мне кажется, нация, она уже утратила в какой-то степени обычаи и традиции. Но радует, что у нас в Казахстане, несмотря на то, что там всякие моменты, конечно, есть. Вот. Но традиции как-то стараются местные сохранять. Ну, потому что, как я уже повторилась, работы сейчас в Казахстане очень много. Объявления на тех же Каспики и Зет или Хэтхантре даже сейчас обычным дворникам предлагают зарплату от 200 тысяч. То есть это вполне серьезно. Продавцы, рабочие руки всегда нужны. Ой, сколько получают уборщицы, тоже очень много получают. Кто делает ремонт и работает руками, там зародные... А электрики вообще 400-500 тысяч стабильно объявлений на Хэтхантре. Есть руки и голова в работе. Умеете ли вы преображать свой дневной макияж? Если нет, то сейчас эта рубрика для вас. Утро доброе. Делать себе дневной макияж, это, конечно же, хорошо. Но вдруг у вас случаются такие случаи, что вы не успеваете заехать домой. И как-то вам нужно преобразиться и изменить свой макияж. Что же в таком случае можно делать? Если вы идете куда-то в ресторан, в бар, то есть вы идете гулять, нанесите больше блеска. Наносите блеск, прям не стесняясь, на две трети подвижного века. Затемняйте полностью ресничную зону черными оттенками. Не бойтесь растушевывать оттенки повыше и посильнее, нежели сейчас на нашей модели. Как же это все делается? Можно использовать разные бликовые продукты. То есть это могут быть специальные слюды сияния. Это могут быть специальные глиттеры, либо пигменты с большим и хорошим сиянием. Наносить можно как на специальный клей, так же можно наносить и в сухую. Стойкость у них хорошая. Наносить можно пальчиком. Распределили немного продукта. То есть обратите внимание, какое свечение у нас он дает. И притаптывающими движениями наносим на подвижную часть века. Не бойтесь слегка подняться выше. Этим вы расширите свой взгляд. В предыдущем видео я говорила, что мы создаем светотеневой рисунок. Здесь очень важно понимать. У нас работает одна треть. Одна треть у нас светлого оттенка. Одна треть у нас оттенок, который немного темнее нашей кожи. И одна треть это оттенок, который гораздо темнее нашей кожи. В этом же оттенке будет вкладываться и глубина нашего макияжа. Напомню, мы создали орбиталь. Мы создаем затемнение во внешнем углу нашего глаза. Это можно делать как крупной пушистой растушевочной кисточкой. Можно также это сделать для более интенсивного и темного эффекта плоской кисточкой. На данный момент у нашей модели в краю глаза присутствует более светло-коричневый оттенок. Он не такой глубокий, не такой темный. Но он немного темнее цвета кожи нашей модели. Я набираю более темный оттенок. У меня уже есть рисунок, у вас он тоже будет. И начинаю заполнять притаптывающими движениями наш темный оттенок. Такие ощущения, как будто прыгает кенгуренок на одном месте. Когда вы притаптывающими движениями вклеиваете, вкладываете оттенок, соответственно и стойкость вашего макияжа будет выше. На открытом глазу мы уже рисуем выход нашего более темного оттенка, чтобы все оттенки сходились плавненько. Немножечко стушевала. Заполняю еще. Кручу, верчу здесь и ребром, и плоскостью. Беру наш средний оттенок и этим средним оттенком немножечко почищаю. Если вы любите более темную зону нижнего века, соответственно, вы можете протемнить и в этой части. Если же вы этого не любите, просто оставьте скульптор и легкую тень. Черный оттенок теней. Его все боятся. Но не нужно его бояться, потому что он создает объем и глубину нашего взгляда. Наносить его я буду внешний угол, одна треть ресничного контура. От края на центр. Ребром проходя ресничную зону. У вас должен получиться рисунок некого такого вытянутого ромбика. И прям очень близко к ресничкам. То есть я уже не набираю черный. Остатками на маленькой нашей кисточке я разошлась по нижнему веку. И предыдущим цветом я прохожусь по краям и почищаю. Нам осталось очень густо и ярко прокрасить наши реснички. И здесь есть такой небольшой лайфхак. Если вы хотите создать настроение кошечки, такой руковой взгляд, соответственно, вам нужно немного вытягивать в сторону и прокрашивать реснички свои немного наискать. Если же вы хотите раскрыть больше глаз, сделать его таким более округлым, распахнутым взглядом, соответственно, нужно выкладывать свои реснички солнышком. Старайтесь прокрашивать свои реснички зеркзагообразными движениями. Тем самым у вас не будут создаваться комки. Когда вы прокрашиваете сначала первый слой туши, дайте ему немного подсохнуть. Он подсохнет, вторым слоем вы накладывая, вы уже удлиняете свои реснички и делаете их еще гуще. Когда тушь подсыхает, реснички можно более сильно изобнуть. Мне как раз-таки помогает делать вот эта волшебная штучка в моих руках. Небольшой лайфхак для вас. Если вдруг вы прокрашивали свои реснички, замарали глаз, либо кожу, дайте высохнуть ей до конца. Она высохнет и легкими движениями, брашком, либо ватной палочкой она просто сковырнется и уйдет с вашего макияжа. Хорошего вам дня, отличного настроения. Помните, что экспериментировать с макияжем не страшно, не сложно и это очень любопытно. Создавайте свое настроение каждое утро и будьте роковой кошечкой. Ну а сейчас милые и смешные. Смотрим, умиляемся, улыбаемся и повышаем себе настроение. Вперед к просмотру. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok